Всем привет! Эту сумочку я сделала из кожи. Ее можно использовать как косметичку, или как пенал, или, например, так же, как я, прятать в ней свои солнечные очки. Вместо кожи можно было взять какой-то другой плотный материал, например, войлок бы очень хорошо подошел, но я взяла то, что было под рукой. Нить у меня тоже кожаная. Два миллиметра шириной и 10 метров длиной клубок, но нам все 10 метров, конечно, не понадобится. И резец. Такой инструмент для того, чтобы прокалывать отверстия в материале, и когда крутишь это колесо, можно переставлять размер. Мне повезло, у меня попалась картонка подходящего размера, я буду использовать ее как шаблон. Размер 17 см на 21 см. Если бы этой крышки у меня не было, я бы просто взяла кусок картона и вырезала бы шаблон нужного размера. 17 см на 21 см. Теперь нам нужно рисовать полукруг. Это будет та часть косметички, которая запахивается. У нас сумка с запахом. Можно рисовать от руки или циркулем, смотря на сколько вы доверяете своим рукам, как вы умеете рисовать бэк-глаз. Когда будете работать циркулем, то лучше подложить какой-нибудь кусочек картона, иначе вы проткнете материал и будет некрасивая дырка. На той стороне, которая 17 см длиной, я через каждый сантиметр делаю пометку. То есть у меня должно получиться всего 16 пометок. И это я сделаю с обоих сторон. От края я вступила примерно сантиметр. Выбираю размер листца, какой-нибудь не слишком большой, и протыкаю отверстие. Продолжение следует... Чтобы сумка приняла наконец-то форму сумки, я складываю ее вот так в три части, и по краям нужно прошить. Я отрезала кусок шнура в 60 см для одной стороны, и начинаю шить снизу. Я прохожу сначала с одной стороны, а потом навстречу. Опять следующее отверстие. И навстречу. Покупить в 30 см. Покупить в 50 см. Покупить в 50 см. Покупить в 20 см. И, конечно, не так. Покупить в 20 см. Когда мы дошли до конца, есть два варианта, я покажу вам оба. Справа я завязываю узелок потуже, лучше сразу двойной, а концы я оставляю как бы висеть кисточками, можно, если есть какой-то брелок подходящий, подвесить его или просто завязать на шнурке узелки, и у меня просто будет сумка со шнурками. Вот так. А для тех, кто не хочет, чтобы у вас на сумке болтались какие-то ненужные нитки, тогда мы сделаем по-другому. С левой стороны прокалываем на крышке еще одну дырочку, проходим тут с задней стороны, а с передней завязываем узел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Следующее отверстие, оно нужно для того, чтобы сделать для сумки, так сказать, закрывашку, то есть ту часть, на которую сумка будет закрываться. Я выбрала простой вариант, я отрезала еще один шнурок, сложила пополам, захожу со внутренней части, делаю узелок и теперь я могу вот так завязывать. Можно потуже, можно послабше. Опять же и здесь можно повесить какой-нибудь трубок. Вот и все. Я надеюсь, что моя идея вам понравилась, я жду ваших комментариев. Ставьте мне большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. будет еще много всего интересного, красивого и полезного. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok